Продолжение следует... Да, и в данном случае, мне кажется, паузы были очень такие театральными, то есть каждого останавливая сознание буквально, я вот такой какой-то пережил несколько каких-то, значит, у меня несколько переживаний такое было, когда вот дзеновские коаны, знаете, когда задается, 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 потом бах, и вот какая-то пустота ума, у меня прям читка сатуре было такое своеобразное. Так, значит, кто, значит, кто хочет быстро, давайте, у нас не так много времени, давайте попозже. Вы хотите сказать, что вы ничего не слышали? Нет, были, мы все слышали, были такие, я не знаю, прямо как будто спланированные вот именно под зависание несколько на самых таких парадоксальных местах. То есть вы услышали, что в конце всех потравили? Да, вроде все, ну не знаю, может кто-нибудь не... Услышали или нет? Нет! Нет! Это юмор, я знаю. Все умерли, да. Вот, ну давайте, кто хочет. Петр, давайте только быстро, две минуты. Да, да, две минуты. 15 секунд. 15 секунд, да. Спасибо. Гремучая смесь тем, проблем, помноженная на гремучую смесь, смесь личных качеств персонажей. Все. Все, спасибо, спасибо, спасибо. Тоже такой, да. Спасибо за читку, Иван. Я хотел сказать, что у меня второе образование антропология, это, наверное, самая антропологическая пьеса, которую я слышала за свою сознательную жизнь. И даже не думала, что можно многообразные антропологические дискуссии и проблемные темы так адраматизировать искусно, как вы сделали. И еще хотел сказать, что по структуре вдруг я поняла, что она мне напоминает пьесу Копенгаген Майкла Фрейна. Я имею в виду по структуре триангуляции трех персонажей, там вот, если вы помните, Бор, Гейзенберг и жена Бора. И мы постоянно чуть-чуть, как бы, их тоже сравниваем, что они говорят друг о друге. Вот я вспомнила, что чуть-чуть она мне напоминает. Напоминаю, что впечатлений много, тем много и рассказали коротко, то пока закончу. Спасибо. Спасибо. Кто? Нина, пожалуйста, Нина Беленицкая. Спасибо за полтора часа, которые очень жаль, что закончились. Я бы предпочла, чтобы это было на лупе и длилось, и длилось. И хочется какой-то аппарат для того, чтобы эту пьесу можно было бы рассмотреть. Ну вот знаете, как есть микромир и макромир. Вот очень бы хотелось максимально углубиться внутрь, потому что огромное количество смыслов, шифров и кодов в этой пьесе есть. Да, камеру, пожалуйста. Ой, извините, пожалуйста. Но я просто на пауте смотрю. Но я на тебя сейчас смотрю, когда ты смотришь на камеру. Да, странное как-то расщепление. И удивительно, что мне кажется, что одной из основных интриг этой пьесы является тема, о чем же эта пьеса на самом деле. И эта тема одновременно и открывается тебе, и ускользает. Это тема смысла, это тема будущего и смерти нашей планеты. В какой-то момент мне показалось, что это пьеса про экологию. И это меня совершенно поразило, что можно так напрямую манифестировать такие вот ценности. А потом стало понятно, что последовал поворот темы. И стало понятно, что это какое-то промежуточное впечатление. И как микросвязи между тремя людьми, взаимообмен идеями, идеологией, мировоззрением. И как это все собралось в планетарный масштаб. Мне кажется, что это удивительно, насколько философия этого произведения, этой пьесы. Есть равенство между тем, как это сделано, тем вопросом, тому контексту, в который она вписывается. И мне кажется, что если через 70 лет нас не будет, по объективным причинам, которые озвучены в этой пьесе, я, в общем, разделяю мне во многом мнении героев, но пьеса останется. Спасибо огромное. Спасибо. Евгений Казачков. У меня один только маленький вопрос. Как им удается поддерживать отношения, если одна из них в Ватикане? Она не в Ватикане, она член комиссии. А, она, то есть, находится, эта комиссия находится в США? Нет, она собирается, когда нужно ее собраться. Они все из разных стран. Там все из разных стран. Все, дзен, дзен пошел. Сейчас произошло микрозависание. Да, вот сейчас отвис. В этой комиссии все из разных стран. А, то есть она как бы туда периодически ездит, а так она в основном где-то вблизи Колумбийского университета. Ездила до 2020 года. Потом по Zoom. В 2019 происходит. Да, хорошо. Я просто хотел уточнить. Спасибо. Так, кто? Добрый вечер, Иван. Меня зовут Егор Москвин. Я просто зритель. Спасибо вам большое за этот материал. Это было неожиданное впечатление в том смысле, что так потрясающе универсально, актуально и международно звучит в этом произведении русский язык. И когда ты слушаешь, становится понятно, что это можно мгновенно переводить на абсолютно все языки во всем мире. Это будет одинаково понятно. И какое-то совершенно феноменальное жонглирование современными мемами. И автор, очень приятно, что автор настолько здорово следит за вот этой эволюцией мемов, которая происходит. И это настолько оказывается в повестке. И почему-то напрашивается, что это жанр антиутопия. И кажется, что такое произведение, которое требует от тебя постоянного думания и держит тебя на крючке, и раздражает, как, я не знаю, как там Ларса фон Тригера из понятия камешек в ботинке. Вот за это вам большое спасибо. И тут просто, наверное, всем нужно с этим переспать, чтобы сформулировать вопросы адекватно. Несерьезное отношение есть у кого-нибудь к тексту такое, что это не глобальное, а что-то, что автор пошутил? Нет такого ощущения? Да, Юрий Шкватов. Ну, спасибо, Дерман, за вопрос. Мне кажется, в принципе, Иван Варапаев с нами шутит уже сколько? Десять лет? Двенадцать, пятнадцать? Дружок, уже двадцать один. Двадцать один год. Боже, Ваня? Шуток. С двадцать один год. Сначала не шутил. Ваня, мне всего 33, поэтому прости. Ну, ты смотри на меня, ты тоже. Да, да, вот, я просто, вот, поэтому, да, я поддержу Дермана, ну, в смысле, я понимаю, о чем говорит Нина, я понимаю о важности тем, но мы вот с самого начала, у нас был круглый стол про новую этику, так называемую новую новую этику, ну, в смысле которой не существует, а просто об этике, да, и там как раз мы в самом начале зарубились на такую тему про серьезность и иронию, и как вот говорить о серьезных вещах с помощью иронии. Ну, вот, короче, Ваня, спасибо, что ты продолжаешь говорить о серьезных темах с такой иронией, и все это, и абсолютно непонятно там, у нас был опрос, пока я зачитал пьесу, был опрос в чате, значит, обман это или исследование, будет ли обманом или нет. Это люди там голосовали, все говорили, что будет обман. Ну, вот, неважно, и неважен результат этого опроса, и неважен результат всего этого, главное, что, и неважно, шутит ли с нами Иван Варапаев. Ваня, спасибо за читку, спасибо за пьесу, и, в общем, присылай, пиши еще. Спасибо. Мне, кстати, я, кстати, тоже очень благодарен своим консультантам, потому что я, чтобы написать такую пьесу, мне пришлось целый год вот обучаться, там очень много изучить все, и на биологию, и так далее, далеко туда зайти. И мне помогали, конечно, очень благодарен вот такому замечательному, просто интегральному психологу, выдающемуся, я считаю, нашему соотечественнику Жене Пустошкину, Евгению Пустошкину. И вот мне помогал еще очень такой хороший польский психолог, Аня Грушка, она сестра родная моей жены, но она очень известный польский психолог. И мне тоже, я вот им очень благодарен, что они там правили, все поправляли и так далее. Да, я вспомнил, чтобы закончить не так серьезно, то благодарность, что вот и что, благодарите Ивана. Вот, процитирую, да, известного драматурга, что не важно, было ли событие или нет, а важно то, что с нами происходит, когда мы слышим об этом событии. Спасибо. Спасибо. Да? Чайкин Дмитрий, драматург. Я и читал, и видел в разных вариантах предыдущие пьесы Ивана Воропаева и предыдущая пьеса «Иранская конференция». И было уже понятно, что за этим всем стоит интегральная философия. Вот, и на самом деле мне хотелось, чтобы автор в следующей своей пьесе сделал шаг вперед, то есть еще эту философию бы выпятил еще больше и какие-то больше про нее рассказал, но было опасение, что тогда будет утрачена драматургия, драматизм, но мои опасения не оправдались, а мои ожидания оправдались. Я хочу за это сказать спасибо. Спасибо. Спасибо, мне очень приятно, коллеги. Я, конечно, вы понимаете, что вот эта пьеса для читки, когда один человек читает, она очень трудна, потому что вот я сейчас делаю фильм до польского телевидения там с актерами, ну фильм-спектакль такой. И это уже совсем другое дело, потому что когда есть характер, там, а тут я за пять вопросов задаю, ответы, это просто тяжело, наверное, еще зависает. Так что, садим. Сложно так, зависало, кстати. Так, кто? Ну что, слово автору, наверное, да, тогда ставим? Или вот еще есть, ну вы руки-то быстро поднимайте, а то как-то пауза такая, да. Да. Ваня, спасибо тебе огромное за пьесу, да. Я так понимаю, выживут только любовники при любом раскладе. Я заметила такую, ну, можно сказать, любовь к феминисткам. Я всегда их точно так же люблю, такой же любовью. И мне интересно, почему. Нет, ну, там просто показаны, на мой взгляд, три интересных, ну, таких, уровня развития человека и стадии его. А самое интересное – это переход. То есть, когда вот в человеке, он же не сразу с одного уровня переходит на другое. Он, как и все живое, у него есть переход. Вот, помните, вы меня слышите? Да. Да. Вот, как, например, вот, ну, продолжение видов, да, то есть, есть всегда переход. Вот, и так же в человеке вот этот переход. Поэтому в нем, например, часть его еще остается, допустим, на этноцентричном уровне, на этноцентрическом, например. Я завис снова, да? Да, повтори, повтори, пожалуйста. Ну, вот, когда, например, часть, как один, ну, находится на этноцентрическом уровне, то есть, это такой уровень, который вот моя футбольная команда, моя родина, там, мой флаг, там, патриотизм, все такое. Но он переходит на следующий, рациональный. Но там есть этот переход. И вот во время перехода он говорит парадоксальные вещи. Он может говорить, с одной стороны, только Иисус нас всех спасет, а всех остальных выгнать к черту. А с другой стороны, он говорит, бизнес это очень важная вещь. И надо зарабатывать деньги, чтобы вот эту идею об Иисусе, ну, спонсировать. То есть, он намежду находится. И эти герои, они, они все перед интегральным уровнем. Они как бы с зеленого на интегральный переходят. Ну, у них разные стадии там. И вот это мне было интересно показать. Это в читке невозможно показать. Это только, когда актер играет. И вот мои актеры польские, они там сыграли. Да, извини, это было видно даже, несмотря на то, что ты читал это все одно, да. Но просто одно дело это уловить и там додумать, а другое дело это услышать от тебя. И еще раз тебе спасибо. И как бы это все, даже то, что ты читал в одно лицо, все считывалось. Спасибо большое. Еще. Спасибо. Последний, да. Да. Представьтесь. Да, Татьяна Сборовская. Да, здравствуйте, Иван. У меня вот такой вопрос. С каких пор у нас в пьесах про этический выбор отпала необходимость в финале? В финале, в котором этот выбор делается. А вот раньше-то у нас всегда были вот классическая структура, что вот мы всю пьесу про выбор мучаемся, мучаемся, мучаемся и в конце концов выбираем. А тут, ну, хоть, в общем, и понятно, что они тут все выбрали, но здесь мы рассказываем историю, и нам этого достаточно. Почему нам больше не нужен финал с выбором? Ну, там, по-моему, есть финал, который наступил 2020 год. Помните этот финал? Он до сих пор еще идет. Мы находимся в нем. Ну, это, скажем так, это финал форс-мажорного уровня, да? Он не зависит от личного выбора. Ну, я надеялся, что пьеса к этому подвела. Это пьеса о том, что они решили это сделать. Спасибо. Ну что, слово автору. А что мне еще сказать? Ау, можно помолчать. Можно помолчать. Нет, нет, но я очень... Сначала режиссеру, а потом автору, да. Я очень сожалею, что я не могу лично присутствовать на этой читке. Это вообще большая татастрофа, мне кажется. А, вот, вот. И поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь мне тоже это удастся сделать. И я очень скучаю по российским друзьям своим и российскому зрителю, которым вы сейчас являетесь, которым... Это, конечно, потрясающее ощущение, вот, читать для русскоязычной аудитории. Это все равно для меня самое важное. Так что я очень рад, большое спасибо, я счастлив. И всем всего хорошего, берегите себя, здоровья. Спасибо. Спасибо, Ваня. Спасибо. 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 Продолжение следует...